Доброе морозное утро! Поздравляю вас с очередными снегопадами, так говорят синоптики. Будет тепло, но очень-очень снежно. Конечно же сейчас водители начнут ворчать, что будут пробки. Друзья, в который раз напоминаю, все дело в отношении. Для меня, например, снегопад это, ну не знаю, сказка, какая должна быть под Новый год. Во всем нужно искать что-то хорошее. Именно с такими мыслями мы подходим к созданию утреннего вестника. Старались вложить в него все самое хорошее и важное за последние дни и уже готовы с вами этим хорошим поделиться. Меня зовут Ксения Степанова и вот о чем расскажем. Время писем Деду Морозу. Что заказывают современные дети? Что такое дружба? Узнаем у психолога. Юные таланты и виртуозы на дельфийских играх. Секреты красоты от Валерии Ермаковой. Бьюти-бокс. Чем отличаются слухи от новостей? Ну, смотрите, мне тут знакомая сказала, что ей двоюродный брат рассказал, что он слышал, что собираются пенсионный возраст поднять до 80 лет. Сегодня в новостях сказали, что пенсионный возраст будет поднят до 80 лет. Ну, чувствуете разницу? Все дело в источнике информации. Главное, чтобы он был проверенным. Ну, например, вот как мы про пенсионный возраст, это я так, для примера придумала. Новости на Ветте. Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае превысило 150 тысяч человек. Но тенденция к снижению в сутки числа заболевших сохраняется. Согласно оперативной сводке Роспотребнадзора, за последние 24 часа в регионе выявлено 665 новых случаев. В понедельник сообщалось о 670 выявленных зараженных. Сообщается, что за сутки в регионе проведено свыше 3000 ПЦР-исследований. В Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 293 пациента. Из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7152 человека. Между тем, Минздрав сообщает, что в регион доставлены еще 24 тысячи комплектов вакцины от коронавируса ГАМ-КОВИД-ВАК. Для сел и поселков Пермского края будет закуплено 140 новых школьных автобусов. Часть из них уже передана в территорию, остальные обещают поставить еще в этом году. Существующий парк устарел и требует модернизации. На торжественном вручении автобусы Марк УАЗ, ГАЗ и ПАЗ для перевозки детей получили 33 территории Пермского края. На обновленных автобусах будет организован подвоз для 4 тысяч ребят из села и деревень региона. 22 тысячи наших детей, ребят, учатся удаленно и вынуждены добираться до места учебы. А мы должны сделать с вами все для того, чтобы этот путь был максимально комфортным и безопасным. У нас получилось, и Федерация поддержала 140 автобусов. Это рекордное количество, которое мы будем передавать в территории. Новые автобусы в Прикамье поставлены за счет федеральных средств и заменят транспорт 2012 и частично 2013 года выпуска. Это вручение лишь часть поставки 55 школьных автобусов, которые уедут в 13 муниципалитетов. До конца декабря оставшиеся автобусы будут также переданы в школы. Крематорий на Восточном кладбище Пермская мэрия намерена достраивать за счет бюджетных средств города и ввести его в эксплуатацию через год-полтора. По оценке городских властей, на достройку объекта потребуется около 100 миллионов рублей. Издание «Коммерсант Прикамье» пишет об этом, ссылаясь на слова главы города Алексея Демкина. Далее цитируем. «Нам удалось убедить краевые власти в целесообразности достройки крематория собственными силами. Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить не так дорого, в пределах 100 миллионов рублей. Нам осталось провести небольшие отделочные работы и установить технологическое оборудование. Мы уже предусмотрели средства на эти цели на 2022 год». Конец цитаты. Построить крематорий на восточном кладбище городские власти пытаются почти 10 лет. Само кладбище образовано из нескольких земельных участков общей площадью почти 51,5 гектаров. До этого неоднократно высказывалось предложение реализовать проект с привлечением частных инвестиций. По мнению экспертов, мэрия приняла разумное решение, отказавшись от строительства крематория в рамках муниципально-частного партнерства. Жители в индустриальном районе требуют вернуть остановку общественного транспорта. Нюанс в том, что ранее она была, но после ремонта улицы Карпинского остановки не стало. При этом жители рассказывают, что проект реконструкции остановку подразумевал. Люди оттуда идут пешком, опять же, со своими детьми, которые они по пути с работы забирают из своих садиков, из своих наших детей, будущего нашего поколения. В ответе на обращение граждан в региональном Минстрое сообщили, остановки здесь не положено, потому что до следующей менее 300 метров. В администрации Перми также подтвердили, остановочного пункта на отремонтированной улице не предусмотрено. Радиус зон пешей доступности остановочных пунктов не должен превышать 400-800 метров. Расстояние от остановочного пункта школы номер 3 по улице Карпинского до указанного дома составляет 340 метров. От остановочного пункта авиагородок по улице Карпинского – 365 метров, что соответствует требованиям. С наступлением декабрьских морозов идти до ближайшей остановки стало не только долго, но и холодно. Все чаще слышу, люди жалуются на маленькие зарплаты и нехватку денег. Ни работников, ни работодателей сейчас оправдывать или обвинять не буду, но всегда же был переизбыток тех или иных специалистов. Конкуренция высокая, за место под солнцем нужно побороться, но такая ситуация далеко не во всех специальностях. Специалисты платформы по поиску работы выяснили, какую зарплату работодатели готовы предложить специалистам. Средний диапазон зарплат, изученных аналитиками – 29 885 – 68 966 рублей. В списке самых востребованных профессий есть программисты и разработчики. Им предлагают самые большие зарплаты в среднем от 68 966 до 137 931 рубля. Дальше по максимальному предлагаемому размеру оплаты труда идут сварщики. Им в регионе готовы платить от 71 264 рублей до 126 437 рублей. На третьем месте инженеры производственно-технического отдела. Они, судя по исследованию, могут заработать от 45 977 рублей до 114 943 рублей. Меньше всего денег предлагают продавцам от 23 000 рублей и грузчикам от 24 000. Без учета размера предлагаемой зарплаты самыми востребованными стали менеджеры по продажам, продавцы, консультанты и кассиры, водители, кладовщики и разнорабочие. По данным Пермстата, в сентябре прямяки получали в среднем 44 000 рублей. Наверное, никогда не поздно взять да изменить специальность. Ну, потому что все, не идут уже дела в гору по этой стезе. Вот у меня есть пример. Работал знакомый, работал в крупном банке в Москве, был юристом. Вроде все неплохо и доходы, и престиж, но перегорел. Так он бросил все и уехал на Гавайи. А юриспруденции забыл, работает в магазинчике, растит сына, счастлив. А вы ради чего готовы сменить свою профессию? Люди говорят. Четверть опрошенных пермяков не хотели бы менять профессию. Все и так устраивает. 43% опрошенных для счастья не хватает большой зарплаты. 15% хотели бы внести разнообразие в выполняемые задачи. Сделать работу более творческой или менее стрессовой. 23% хотели бы освободить больше свободного времени. Да у меня хорошая профессия, смысла нет менять. Свобода, передвижение, постоянно видишь разные страны, разных людей, разные порты. Я моряк вообще, танкерист, морской торговый флот, нефтеналивные танкеры. Всю жизнь, 33 года по морям, поэтому не хочу ничего менять. Почему бы хотелось заниматься? Заниматься режиссурой. Хочу снимать фильмы. Поэтому сейчас учусь в ВУЗе, в Афгике. Хотелось бы переехать в более перспективный город и развиваться в этой сфере, чтобы было больше перспектив. Нет, лучше бы я работал по профессии. Ну, доход и, как сказать, обеспечение нормального рабочего места. То есть такое, как бы, компьютерочка, как обычный, небольшой хаос такой, как всегда. Всякие технические, там, либо басы, там, все остальное. Ну, так, да. Ну, мне, в принципе, сейчас, которая у меня работа, она тоже нравится. Ну, меня так-то, в принципе, все устраивает. Но просто есть сейчас новое направление такое, скажем, ну, не знаю, как это. Ну, BIM-моделирование в строительстве. То есть это такое 3D-программирование. То есть, ну, не программирование даже, это проектирование такое, некое 3D-проектирование, информационное проектирование. То есть вот именно с компьютерами просто связанное. И было бы интересно вот это мне, развить это получше, к себе. Ничего менять не хочу. Нравится на работе, на заводе работать, на производстве, смотреть, как это все изготавливается. Металл, чертежи. В общем, мне нравится. Ради чего сменить профессию? Ну, чтобы больше зарабатывать, наверное, и меньше работать. Например, дизайнер интерьеров я бы хотела попробовать. Всего-то пара недель. Я про Новый год. Особенное время, особенно для родителей. Все уже подарки от Деда Мороза подготовили. Я тут прочитала письма своих детей, и оказалось, все не так страшно. Но вот Егор Тверетинов говорит, что запросы у современных детей тоже современные. Егору слово. Ответственный момент, возможно, самый ответственный в году. Аристарх Фролов пишет письмо Деду Морозу. Современные дети ждут современных подарков. Я сейчас пишу письмо Деду Морозу, чтобы он мне купил игровой роутер. Игорь сложный, но я сказал, что нужен быстрый интернет. Роутер игровой от Ростелекома для любителей гейминга действует на технологиях с помощью искусственного интеллекта. Устройство мгновенно распознает трафик от игровых приложений и ставит его в приоритет. Благодаря этому скорости во время игр увеличиваются. Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый Ростелекомом. Скорость передачи данных до 2 гигабит в секунду. Сказочный волшебник долго себя ждать не заставил, тут же вышел на связь. Первое письмо от мальчика Аристарха. Вот он пишет. Здравствуйте. Так, это не Том. Так, вел себя хорошо. Все так пишут. Так. О, вот. Подари мне игровой роутер. В современных и высокотехнологичных подарках детям дедушки помогали разбираться эксперты компании Ростелеком. Кроме роутера, особой популярностью в качестве подарка пользуются камеры видеонаблюдения. В период новогодних праздников мы можем спокойно ездить в гости, в лес, смотреть елку. И при этом сможем подглядеть за тем, что происходит у нас дома. Потому что камера небольшая, подключается по Wi-Fi. Ее можно поставить практически в любое место. Она может магнититься даже к холодильнику. Поэтому мы можем спокойно наблюдать за тем, кушал ли наш домашний питомец. И, конечно же, все мы можем посмотреть в записи чуть позже. Потому что есть видеоархив, камера работает в темноте. Среди желанных подарков на Новый год также умная колонка капсула с голосовым помощником Маруся от ВК. Можно включать фильмы, переключать каналы без пульта и менять громкость с помощью голосовых команд. Дедушка Мороз и себе решил тоже подобрать подарок. Могу я себе подарок сделать на Новый год, правильно? Правильно. Винг. Я люблю кино смотреть. Старая добрая комедия. Вот и вы садитесь скорее писать письма Деду Морозу. Еще успеете выбрать подарок. Егор Тверетинов, телекомпания «Ветта». Отдавать или не отдавать ребенка в музыкальную школу – вопрос, к которым сталкиваются, наверное, все родители. Я человек творческий, в этом вопросе я больше за. С помощью музыки, по-моему, ребенок развивает и математические, и творческие способности, и пространственное мышление. Да вообще, он запросто может стать звездой. Драгоценная жила, как оказалось, залегла в Пермском крае, и обнаружилось это богатство на дельфийских играх СНГ. Участвовало много стран, не только ведь Россия была, там и Армения, и Белоруссия, и все. И взять серебро в таком престижном конкурсе – это для нас очень почетно. Команда наших ребят на итоговых творческих молодежных соревнованиях показала внушительный результат, а перед этим пермяки заняли лидирующее положение на дельфийских играх в России. Так как это самый рейтинговый конкурс в России, я считаю, что это большая честь выступать за свой край и даже занимать какие-то призовые места. И вот, наконец, обнародованные окончательные итоги международного конкурса. В копилку национальной сборной Пермский край внес три золотых медали, одну серебряную и шесть специальных дипломов. Девять стран-участниц, сотни претендентов на призовые места, на играх, сильнейшие представители своих государств. Конкуренция мощная, даже участие – уже победа. Успех для нас – это безусловно, потому что мы никогда не думали, не гадали, мечтали, но всегда в себе сомнимались. Казалось, что это не наш уровень, но, видимо, наш. Появилось чувство собственной значимости. Глебу Нежельскому из народного цирка «Молодость» сейчас 14. Свою золотую медаль он ковал с трех лет всей семьей. Вместе с папой-тренером и сестрой-хореографом. Это было очень, я очень сильно радовался и не ожидала, честно говоря, что займу первое место. И я поняла, что мы с папой, с моей сестрой-хореографом поняли, что это все, все труды прошли не зря. Спасибо большое. А вот юность на играх заметили за креативный подход к народной танцевальной традиции. Пермские постукалочки номер уникальный в том плане, что он идет без музыкального сопровождения. Девчонки выходят, у них в руках ступочки, колотушечки, и они сами создают себе ритмическую основу. Они еще и пытаются подголоски делать и даже слова говорить. Темп нужно выдержать до конца номера, а там есть и сложные трюковые вращения. Секрет успеха всех этих людей в увлеченности делом. Напомним, что кроме самоуважения, участие в Дельфийских играх дает ребятам преимущество при поступлении в профильный вуз. Ну а поддержку пермским музыкантам по участию в конкурсах оказывает Центр по реализации проектов в сфере культуры. На его сайте при желании легко найти информацию о разных проектах в области искусства. Алина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Недавно общалась с ребятами из Петербурга. Говорят, в театрах бывают редко, на музее особо времени тоже нет. И я подумала, вот так всегда и бывает. Не замечаем своей красоты и достоинства своего собственного города. Но вот смотрите, сочинцы в море ведь тоже особо не купаются. А мы вот часто гуляем по Перме и любуемся ей. Часто? Вот то же самое. Давайте выделим внимание родному городу. Это фотографии зданий цирка в разных городах нашей страны. Посмотрите внимательно и найдите Пермский. А ведь отличить сооружения при определенном ракурсе практически невозможно, так как все их строили по типовому проекту Московского института Гипротеатр архитектора Соломей Гельфер. Период 60-х-80-х годов 20-го века эксперты называют одним из самых интересных в истории архитектуры Советского Союза. Это время смелых, футуристических проектов. Именно в это время первым появляется проект Новосибирского цирка. Здание проектируют так, что при необходимости его можно использовать не только для показа цирковых представлений, но и для концертов, массовых собраний, спортивных мероприятий и выставок. В результате проект разошелся по всей стране. Типовые здания строятся в Уфе, Самаре, Донецке, Кривом Роге, Луганске, Воронеже, Харькове, Брянске и Перми. В нашем городе работы по строительству манежа начались в мае 1965-го на улице Уральской и через пять лет были закончены. 8 августа 1970-го Пермский цирк зажег первые огни. Высота зрительного зала цирка 18 метров и вмещает он 2287 зрителей. А вот что отличает Пермский цирк от других, так это наличие музея. Здесь хранятся первые афиши, костюмы и редкие фотографии знаменитых артистов, выступавших на Пермском манеже. Пермики всегда оценили цирковое искусство, а с появлением большого стационарного здания походы на представление стали одним из самых популярных видов отдыха для детей и взрослых. Представляете, еще в 50-х годах в Советском Союзе собирались производить электромобили. Заботились о чистоте воздуха в городах. Больше полвека прошло и электромобили вошли в моду. Забота об экологии тоже стала модной. Но что дело хорошее, модные тенденции поддерживаются и крупными предприятиями. Не обязательно быть химиком, чтобы разбираться. Оксид азота, диоксид азота, аммиак, сероводород и диоксид серы. Содержание этих веществ в атмосфере должно быть в пределах допустимой нормы. В микрорайоне Голованово начинает работу стационарный пост. Так что можно будет следить за чистотой воздуха, а заодно и за погодой. Теперь в Голованово есть собственная метеостанция. Ведь помимо всего прочего, это оборудование измеряет температуру воздуха, его влажность, а еще атмосферное давление, скорость и направление ветра. Объект появился прямо перед ДК «Бумажник». Именно здесь сосредоточены все социально значимые объекты. Рядом дорога с максимальной интенсивностью движения и очистные сооружения предприятия ПЦБК. Я в поселке Голованово живу с 1974 года. Когда я узнала эту новость, я, конечно, была рада. Современная станция работает автоматически, без участия человека. Все показатели будут отображаться в онлайн-режиме. Специально для этого установлены мониторы. Один здесь, на стационарном посту, а другой в здании местной школы номер 123. А также создан сайт, где можно увидеть все замеры. Я рад участвовать сегодня в этом мероприятии по запуску этой системы мониторинга. И уверен, что это не первый и далеко не последний шаг, который планирует сделать предприятие. Вопрос о том, что микрорайону необходима такая лаборатория, обсуждался весной этого года во время визита мэра Перми Алексея Демкина на ПЦБК. В мае администрация города Перми и лично Алексей Николаевич Демкин вышли с предложением о постановке такого стационарного поста мониторинга воздуха. Предприятие поддержало это предложение, как видим, пост пост установлен. Мы стремимся к тому, чтобы экологические условия для наших жителей микрорайона были максимально комфортными. ПЦБК уже давно на посту. На протяжении нескольких лет предприятие является активным участником национального проекта «Экология» и вкладывает солидные инвестиции в природоохранные мероприятия. Помните, как в детстве пять минут в одной песочнице поиграл с кем-нибудь и все, лучшие друзья. Переехал в новый дом, забыли друг друга и больше не вспомнили. Все было как-то слишком просто. В зрелом возрасте слово «друг» уже несет другой, более глубокий смысл. Алена Ивановна, здравствуйте! Сегодня мы поговорим об очень важном в жизни каждого человека – о дружбе. Вообще каждому ребенку и каждому человеку нужна настоящая дружба. У каждого свои потребности в дружбе. Кто-то хочет просто с ним ходить в походы. Кто-то хочет ходить на свои какие-то мероприятия. Кто-то хочет делиться тайнами. А кто-то хочет, чтобы его просто принимали, воспринимали таким, какой он есть. Сперва понять, для чего мне нужна дружба. Зачем мне нужен друг. Чтобы что. И какой я друг. Что я могу дать. Это не для того, чтобы манипулировать другом. Он завел такой друга, чтобы указывать, приказывать, чтобы меня слушались, мне подчинялись и дружили только со мной. Это не дружба. Это манипуляция. И друг – это тот человек, который не заменяет тебе маму или папу. А дополняет. Потому что не все можно рассказать родителям. Свои секретики, тайны, какие-то мечты, о которым стыдно признаться родителям. Потому что они же ожидают от нас одного, а я мечтаю о другом. Если я расскажу об этом другу, он не будет смеяться надо мной или требовать, чтобы я изменил свои желания. А скажут, ого, круто, я тоже это хочу, давай вместе мечтать. Так как порой еще родители, когда ты рассказываешь какие-то тайны, то он может интерпретировать это по-своему. То есть начать воспитывать, критиковать или подсказывать. Вот ты неправильно тут делаешь, а давай я тебя научу. А у ребенка свой опыт. У ребенка свои личные мечты. И он хочет идти своим путем. Даже делать те же самые ошибки он сам хочет. Есть такая пословица, как говорится, не учите меня жить, а лучше помогите материально. Ребенок, когда рассказывает родителям что-то, это не для того, чтобы его учили, а поделиться. А родители это иногда не воспринимают. Вот поэтому ребенку нужен настоящий верный друг. А теперь вспомните о том, вы мечтали о собаке в детстве? Каждый, вот вообще, вот реально каждый человек, в основном, да, большая часть населения, мечтает о том, чтобы иметь собаку. А почему? А потому что собака тебя всегда выслушает молча. Никогда не станет тебе перечить и говорить, что ты делаешь что-то не так. И будет выполнять все твои команды и смотреть на тебя преданно и с полным принятием тебя, таким, какой ты есть. Любой, грязный, некрасивый, чумазый, или ты просто уставший, да, то пес на тебя все равно будет смотреть так, как он смотрит, да. Он сядет рядом с тобой, подаст тебе свою лапу, да, и будет преданно сидеть и ждать, когда у тебя будет другое настроение. А собака же чувствует тебя, вот, и будет ждать, когда ты будешь ему давать команды. Вот почему мы так все хотим собаку в детстве. А чтобы найти себе друзей, конечно, важно самому быть открытым и точно знать, что ты хочешь от дружбы получить. Дружба – это вообще бескорыстное взаимоотношение между людьми. Обязательно должно присутствовать доверие и эмпатия. Благодаря дружбе мы становимся добрее, сильнее. Даже есть такая песня, да, «Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много». То есть друзья дают какую-то силу и уверенность, потому что, ну, опять же, они принимают и поддерживают их. Вместе мы сила, да, вот. Причем я замечала, что парни, они дружат как-то сильнее, сплоченнее. Да, один мальчик в классе, четвероклассник, я вела у них урок и спрашивала, что ты ценишь в дружбе, что тебе нравится. И мальчик говорит, вы знаете, мне так нравится, когда мой друг оценивает то, что у меня хорошо получается. И он мне говорит, о, Матвей, круто, так классно, ты такой вообще. Если он это оценивает, то, что у меня хорошо получается, мне это очень нравится, и я еще больше ценю дружбу. И еще один мальчик как-то рассказал. Я, говорит, случайно вышел из класса и иду. И передо мной дверь резко кто-то открыл. Ну, тут конфликтная ситуация, что я стукнулся и кого-то стукнул, и тот парень на меня какой-то налетел. И неожиданно, говорит, для меня в классе за меня заступился парень. Это был пятый класс. Заступился и сказал, ну, он не виноват, он случайно. Я, говорит, тогда понял и осознал, что такое настоящая мужская дружба. Что вообще дружба, это когда за тебя могут постоять, тебе могут протянуть руку помощи, быть с тобой рядом. И даже где-то, если ты растерялся, встать рядом с тобой. И про девочек расскажу. Вот девочка одна, ну, допустим, ее зовут Юля, да. Она пишет, со мной никто не дружит, и никто со мной не общается. И вообще, и давно со мной никто не дружит. Я говорю, ты сама подойди и начни дружить. Ты же очень интересная, ты знаешь о себе какая ты, узнай о них. И когда девочка пришла в класс и действительно стала интересоваться, вот просто интересоваться, общаться, можно в интернете, да, в группе, узнавать о другом, да. Если ты хочешь найти себе друзей, узнавай их интересы, узнавай их потребности. Может, у вас одни интересы, да, может, у вас одни какие-то мероприятия, куда-то вы там вместе хотите ходить или еще что-то. И когда она стала интересоваться, и ей стали интересоваться, и она, и вот дружба зарождается. Дружба в детстве, она очень открытая, и она быстро приходит, да. Это с годами мы становимся разборчивее, отсекаются друзья. Дружба уходят, и, как правило, редко приходят уже настоящие друзья. Почему-то так происходит, да. Потому что в детстве мы все-таки более открытые, более добрые, да, а потом какая-то корысть получается. Вот я с этим буду дружить, потому что у него папа начальник, да. А вот с этим я не буду дружить, потому что у него мама уборщица. Вот такое, конечно, это уже не дружба. Знакомые мои, недавно напечатали в журнале. Так ей вся телефонная книга сообщила о том, что журнал видели, фото получилось отличное. А еще говорят, что нынче прессу печатную не читают. Пресс-парад. Биатлонный комплекс «Пермские медведи» официально передан в оперативное управление спортивной школы Олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта «Старт». Об этом на заседании краевого правительства сообщила министр спорта региона Татьяна Чеснокова. В первую очередь нам надо предусмотреть качественные спортивные трассы, где могли бы тренироваться наши спортсмены. Это будет первый этап. А далее планируется развивать территорию базы с учетом рекомендаций, пояснила министр. Законопроект об организации публичной власти в субъектах России поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы. Документом определяются принципы деятельности органов власти регионов. Федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону. Также закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Конституции и федеральным законам. За 11 месяцев этого года ущерб от телефонного мошенничества в России составил 45 миллиардов рублей. По данным ряда исследований, в России каждый седьмой подвергался нападкам телефонных мошенников. Что важно, половина всех жертв сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды. Сумма ущерба от одного мошенничества варьируется от 15 тысяч рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная афера, которая встречалась 25 миллионов рублей. Еще пара неделей все и отдых. Десять дней для семьи и себя любимой. Ну а что, устрою себе, пожалуй, пару дней спа, всяческих девчачьих процедур. А вот вы посмотрите программу нашей Леры Ермаковой и вам тоже захочется. Ваксинг или шугаринг? Вот в чем вопрос. Об этих процедурах мы знаем, но в чем же кардинальное различие между воском и сахаром? И оказывается не только в том, что воск это полимер, а сахар натуральный материал, который не вызывает аллергии. Чем жестче волос, тем, конечно, больше предпочтительнее использовать воск. Потому что воск более крепко схватывает на мертво волос и выдергивает его. Сахарок, он больше работает с более мягеньким таким волоском. Сахар, он еще пилингует, то есть он более мягко относится к коже и удаляет с собой вместе частички, аргавившие кожи. Воск такого не делает. Но сказать, какой из видов депиляции сохранит кожный покров гладким дольше, нельзя. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. А будут ли появляться вросшие волосы, зависит от домашнего ухода. Но при ваксинге вероятность возрастает. Кстати, не все знают, что у депиляции есть противопоказания. При сильном варикозном расширении вен нежелательно вообще делать депиляцию, потому что воздействие на кожу идет в любом случае. Я решила на себе провести эксперимент, но для этого нам надо сначала переодеться. Ну что, я готова? В общем, я решила проверить прямо на ощупь, в чем же разница. Одну ножку мы сделаем сахаром, а другую воском. Поехали? Поехали. Сначала обрабатываем кожу специальным лосьоном, который убирает остатки крема и приподнимает волос. Потом притальковываем, чтобы убрать лишнюю влагу. Вот мы сахар против роста нанесли. Несколько раз провели для того, чтобы сахар плотненько обволакивал волосик прямо до самого корешка. И резким движением руки удаляем, и волос остается в сахаре. Сейчас мы наносим воск. Наносим мы его по росту, а удалять будем против роста волос. Ну что, Люба, по моим ощущениям сахар как-то даже понежнее. Я так понимаю, сахар мне подходит больше. Да, Лера, тебе сахар, видимо, больше подходит, по твоим ощущениям, раз тебе больше нравится. Но каждой девочке нужно попробовать все индивидуально, и то, и другое желательно. Поэтому попробуйте и выберите свою процедуру. На этом мы ненадолго прервемся. Вы, главное, запомните, что день ваш непременно будет хорошим, если вы этого сами хотите и во всем станете искать что-то позитивное. Хорошего точно будет больше. Увидимся.